Добрый вечер! Здоровье нации в здоровом питании. В городе Бресте прошло выездное заседание постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Вопросы реализации на практике основных положений медицинской экспертизы и реабилитации оказались в центре внимания на состоявшемся республиканском семинаре врачей, занимающихся возвращением здоровья людям. Ученая литература спасает людей от невежества, а изящная – от грубости и пошлости. Открытие и откровение от заведующей кафедры теории и истории русской литературы Татьяны Сенкевич в Международный день русского языка. Красота – это вечность, длящаяся мгновение. Секреты сохранения молодости от ведущих специалистов косметологии. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Вряд ли кто-то поспорит с утверждением, что здоровое питание и здоровый образ жизни являются залогом здоровья нации. Так же, как и с тем, что в Беларуси этим вопросом уделяется огромное внимание. Высокое качество белорусских продуктов питания подтверждено не только многочисленными победами на самых различных международных конкурсах, но и выбором потребителей как в Беларуси, так и за ее пределами. Однако, по мнению ученых и медиков, сегодня и депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь подходы к качеству пищевых продуктов необходимо совершенствовать. А для этого важно гармонизировать национальную законодательную базу. Закон о качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов в Беларуси, принятый в 2003 году, требует доработок. Народные избранники сегодня изучают на местах все аспекты, чтобы подойти к вопросу неформально. В городе Бресте прошло выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. С места событий Лариса Осмолович. Время не стоит на месте. Оно движется вперед. Прошло более 10 лет с момента принятия данного законодательного акта. Принят целый ряд, особенно в последние годы, в связи с открытием нашего Евразийского экономического союза, и принят целый ряд новых законодательных международных актов. Поэтому появились определенные пробелы законодательные. Для того, чтобы ликвидировать эти пробелы, и проводится сегодняшнее наше заседание. Отойдя от привычных стандартов многочасовых заседаний, осталось лишь приветственное слово мэра областного центра Александра Рогачука и короткий брифинг. Генерального директора Савушкина Александра Савчица депутатам было предложено увидеть воочию, как построено производство такого промышленного гиганта, чтобы убедиться, что Савушкин – это территория безопасности продукта и его качества. Лидер молочной отрасли страны, компания уже более десятилетия удерживает позиции любимого продукта, о чем говорят победы в национальном конкурсе «Народная марка», результаты которого определяются народным голосованием. Создают молочное изобилие люди неравнодушные, которые вкладывают продукцию в свое сердце. А еще вся продукция Савушкина создана из свежего коровьего молока, без искусственных наполнителей и консервантов. Коллектив имеет бессрочную экспортную лицензию Евросоюза, которая позволяет поставлять цельномолочный продукт на европейский рынок. Брестский молочный гигант – единственный производитель в Беларуси, имеющий это право. Мы главу угла поставили качество, качество, еще раз качество продукта. И начиная с 1998 года мы пошагово идем к этому, и вы видите результаты нашей работы сегодня. Человека нет – все работает. Понимаете, нет? Нет человека – нет проблем. Я должен сказать не потому, что нет человека – нет проблем, а на самом деле управляют машины. Туда, что мозги вложили, они работают. Они не дадут нарушить ни одну инструкцию, ни одну технологию и так далее, и тому подобное. И мы чего хотели, мы того практически добились. У нас есть прекрасный логистический центр автоматизированный, и вся продукция, которая идет, соблюдается вся холодная цепочка, все отгрузки и все технологические циклы тоже соблюдаются неукоснительно. В подтверждении вышесказанному, победа буквально на днях в международном дегустационном конкурсе в Брюсселе. Три звезды из трех возможных за исключительный вкус и качество. И это признание – не одна победа. Мы только что закончили европейский аудит очередной, где все наши заводы – Пинс, Столин и Брест – подтвердили свою репутацию, будем так говорить, на внутренних и внешних рынках. Мы получили разрешение, опять-таки, на поставку нашей продукции в страны Евросоюза. Второе. Мы уже второй год участвуем в европейской дегустации всех молочных продуктов, где больше 120 человек дегустируют продукцию и выставляют свою оценку. 90% и более – это три звезды, 80% до 90% – это две звезды и до 80% – это одна звезда. Это многого стоит. Наш йогурт двухслойный и творожный ломтик получили три звезды, а сыр Брест-Литовский получил две звезды. Это, опять-таки, говорит о том, что наша продукция абсолютно по качеству не уступает европейской. В безопасности выпускаемой Савушкиным продукции убедились члены Национального собрания Беларуси. Не на словах, а на самом производстве увидели всю технологию создания молока и сыров, творога и йогуртов. Убедились и в том, что недостатка в качественном сырье нет. Оно идет в Брест практически из всех регионов Беларуси. Рынок внутренний полностью насыщен. Внешний постоянно осваивается. География поставок – Россия и Европа, Китай, Корея, Филиппины, Америка. Дальше, уверен Александр Савчиц, будет больше и лучше. Нужна стране валюта, и мы будем ее зарабатывать. Такие, как предприятия, как наши, негоже не зарабатывать валюту. И мы на самом деле сегодня, наверное, единственное предприятие в республике с переработкой, я не хочу про другие говорить, которые сегодня уже 101% долларом исчислением догнали, то есть отставание, которое было, ну, ряд причин, вы все понимаете, девальвация рубля плюс падение российского рубля и так далее. Но мы сегодня уже 101% долларом исчислений к уровню прошлого года вышли на 101%. Это еще раз говорит о том, что мы в правильном направлении. Ну, а второй путь еще развития, это еще раз говорю, продавать добавленную стоимость. То есть мы все продукты сегодня, мы не продаем сухое молоко, мы не продаем полуфабрикаты. Мы продаем все в фасованном виде. То есть вся добавленная стоимость остается в стране. Мы и раньше были всегда уверены, что продукция белорусского производства, особенно самушка продукта, она безопасна и очень полезна для наших граждан. А теперь вот посетив производство, мы убедились, что практически никакого контакта с продукцией на выходе. Чистый, полезный, очень хороший продукт. Ваше мнение, мы смело можем поставлять это на зарубежные рынки? Естественно, на зарубежные рынки. И руководство Саушкина продукта продемонстрировано, рассказало сегодня, что экспорт идет в страны Азии, в том числе и в Европу, в Америку. Вторая компания, которую посетили члены палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь – Санта-Бремор. Городообразующее предприятие «Брестский бренд», который занимает лидирующие позиции во многих рейтинговых таблицах и хит-парадах. Ассортимент продукции достаточно широк. Рыба и морепродукты, салаты и полуфабрикаты, мороженое и вода. Качество и безопасность выпускаемой продукции – это два кита, на которых базируются предприятия. Строгое отслеживание всего технологического процесса. Неукоснительное соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм позволило Санта-Бремор получить европейский сертификат качества. Вся стратегия нашей компании – это производство качественного, безопасного и, главное, вкусного продукта. Потому что продать можно любой продукт только один раз. Чтобы человек пришел на полк и взял еще раз и еще раз и стал почитателем нашей барки, надо, чтобы ему понравилось прежде всего. Для этого компания инвестирует прежде всего в качественное сырье. У нас долгосрочные отношения с поставщиками, мы все их знаем, технологии ездят туда постоянно на закупки, на процессе путины. Мы инвестируем в санитарию производственных цехов, современное оборудование, современные инженерные системы контроля качества воздуха и температурных режимов. Мы максимально стараемся автоматизировать какие-то процессы для того, чтобы исключить человеческий фактор, исключить ошибку в процессе технологии переработки. Ну и, конечно же, стараемся контролировать качество нашей продукции не только на производстве, но и до конечного потребителя. Нехитрые, на первый взгляд, правила привели к успешности. И сегодня продукцию Санта-Брэмор покупают в 29 странах мира. Даже народ морских держав не упускает момента полакомиться белорусскими рыбными деликатесами. За 20 лет наработаны прекрасные партнерские отношения, созданы представительства в Москве, Киеве, Кишиневе. Кризисов на Санта-Брэмор не боятся, к ним относятся. Философски считают, что за спадом всегда следует подъем. Именно кризис заставляет работать лучше и эффективнее находить новые пути решений. И эта философия, этот принцип срабатывает. Проблемы были, конечно, в результате нестабильности курса валют, российского рубля, белорусского рубля. Во-первых, снизилась немного покупательная способность потребителей. Но благодаря стабилизации сегодняшней, то, что мы видим на сегодняшний день, мы смогли провести даже ряд ступенчатых снижений цен. И это дало свой результат. На белорусском рынке мы практически вернули объемы прошлого года. На российском рынке это уже 70% против 55% в начале года. Я думаю, что буквально месяц-два и стабилизируется ситуация и на российском рынке. Коль мы вышли на определенный экономический простор, нам необходимо нашу продукцию двигать. И для того, чтобы она двигалась, а не только задерживалась в нашей стране, она доказала свою, так сказать, состоятельность. Тем более таких брендовых предприятий, как Санта-Бремор, как Савушкин продукт, как Беловежский. Поэтому мы приехали посмотреть эти предприятия. Учиться, можно сказать, да? Для того, чтобы проще было выйти на международный рынок, вот и проводится, соответственно, вот это заседание, для того, чтобы услышать, что требуется от нас, от законодателей, чтобы мы помогли нашим предприятиям выйти на вот этот самый международный рынок. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Минувшая рабочая неделя стала весьма насыщенной на события. Не только депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь посетили Брестскую область. Республиканский форум специалистов, занимающихся медицинской экспертизой и реабилитацией, событие весьма важное как для страны в целом, так и для области в частности, прошел в городе Надбугом. В настоящее время в нашей стране насчитывается более полумиллиона человек, в медицинской карте которых стоит та или иная группа инвалидности. Цифра немаленькая, и пока она только возрастает. Обусловлено это многими факторами, среди которых и старение населения, и стремительное омоложение некоторых серьезных заболеваний. И как бы это ни было парадоксально, высокий уровень медицины. Ведь сегодня спасают и выхаживают пациентов, которые даже десятилетия считались почти безнадежно больными. Однако купировать кризис той или иной болезни – это только первая ступень возвращения человека к полноценной жизни. Помочь ему восстановить пошатнувшееся здоровье – задача не менее важная. И большую роль в этом деле играют специализированные отделения медицинской экспертизы и реабилитации. Накануне в рамках республиканского семинара, состоявшегося в областном центре, именно их деятельность находилась в центре внимания. Побывала на мероприятии наша съемочная группа. Тему продолжит Анастасия Стропко. Вопросы реализации на практике основных положений медицинской экспертизы и реабилитации оказались в центре внимания на состоявшемся республиканском семинаре. Человеку, не имеющему отношения к данной медицинской теме, мероприятие может показаться малоинформативным. Но доктора и реабилитологи отмечают – переоценить его значимость сложно. Постоянное развитие медицины и усовершенствование нормативно-правовой базы требуют и постоянного обучения. Мы здесь собрались сегодня для того, чтобы специалисты со всех регионов нашей страны могли одинаково трактовать и одинаково подходить к тем новым инструктивным документам, которые разработаны и утверждены Министерством здравоохранения. Мы очень надеемся, что все проблемные вопросы, все неясные какие-то вопросы сегодня будут сняты. И специалистам на местах можно будет действительно не только одинаково трактовать документы, но и помогать всем нуждающимся гражданам нашей страны, всем больным и инвалидам. Семинар состоялся на базе Центральной городской больницы, но в рамках форума доктора посетили и другие учреждения здравоохранения Берестейского края. В области создана хорошая материально-техническая база как для лечения и реабилитации, так и для обучения. Я на один день раньше приехал специально, чтобы ознакомиться, а как обстоят дела с реабилитацией в данном регионе. И я с гордостью и с некоторым удивлением увидел, что и в Барановичах мы были, в Бресте смотрели отделение реабилитации. Очень хорошо специалисты ориентируются в тех нюансах, что мы имеем в виду, касающихся не просто диагноза заболеваний, а освещения так называемых ограничений жизнедеятельности, их выраженности, правильного составления индивидуальных программ реабилитации. То есть получается, что это и не случайное проведение семинара на Брестской земле. Здесь грамотные, толковые специалисты, которые знают, как действительно оказать помощь нуждающимся людям. Геннадий Батюшко во второе отделение реабилитации Брестской городской больницы переведен из кардиоотделения областной лечебницы, где ему была проведена операция. Сегодня мужчина признается, что чувствует себя значительно лучше. Конечно, стационар больницы с домом не сравнить, но, по словам пациента, здесь созданы все условия для полноценного восстановления, отмечает Геннадий Иванович и высокий уровень профессионализма медперсонала. Комфортно, никаких вопросов, никаких проблем тут по поводу лечения не существует. Все относятся очень хорошо, так что никаких проблем нет. Во втором реабилитационном отделении курс необходимых процедур проходят не только те, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Здесь занимаются восстановлением здоровья после травмы, а также после проведенных операций различных профилей. Отделение второй реабилитации, оно многопрофильное. Здесь есть койки кардиологического, неврологического, ортопедо-травматологического, хирургического, онкологического профиля. Всего на 60 коек. Доктора второй реабилитации важность проведения республиканского семинара подтверждают. Говорят, документов, которые регламентируют сроки и правила медицинской экспертизы и реабилитации, действительно много, и они, учитывая профиль, не самые простые. Но ошибкам здесь не место, и для того, чтобы их избежать, по признанию самих врачей, учиться приходится практически постоянно. А подобные форумы – хорошая площадка для получения полезной информации и обмена опытом. Анастасия Остробко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите новости на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном, актуальном и интересном. 6 июня международная общественность отмечает два больших праздника, неразрывно связанных с культурой большой, исторически и духовно богатой страны – России. Именно в этот день, в 1799 году, на свет появился великий человек – русский классик, автор произведений, которые уже не одно столетие с удовольствием читают люди разного возраста, разных этнических и культурных принадлежностей. Все это об Александре Сергеевиче Пушкине, творчество которого одинаково увлекало и увлекает настоящих ценителей слова. Дата рождения истинного сына России положила начало еще одному знаменательному событию. В календаре праздников ООН появился День русского языка. Но разговор сегодня пойдет не только и не столько о самом Пушкине. За эти несколько столетий его биография стала мировым достоянием. По ней написан не один десяток монографий, а критических анализов его произведений во всем информационном пространстве и вовсе тысячи. Нам бы хотелось рассказать о тех, кто из года в год продолжает знакомить сотни будущих специалистов-филологов с его творчеством, кто вкладывает в молодые умы истинный смысл слова, кто знает и верит, что есть в творчестве русских классиков то, что открывается современникам только спустя годы. Русский язык и русская культура для Татьяны Васильевны Синькевич, заведующей кафедрой теории и истории русской литературы Брестского государственного университета имени Пушкина, стали в буквальном смысле флагманами жизни. Она любит вспоминать, как когда-то в школьные годы юная Таня мечтала о профессии учителя и работе с детьми. На выбор тогда еще подростка повлияла мама, которая отдала свои трудовые годы преподаванию русского языка и литературы. Все-таки в эту профессию я пришла именно благодаря своей маме Александре Васильевне, потому что она тоже была учителем русского языка и литературы. И, в общем-то, я помню себя очень рано, когда еще в четыре года я выучила легенду о Данка Горького, когда в пятом классе я прочитала «Бедную Лизу» и обрыдалась. Поэтому все такие книги, которые мы со студентами изучаем уже почти на старших курсах, были мне знакомы с детства. Большой трудовой стаж за спиной талантливого преподавателя, наставника и просто человека с активной жизненной позицией позволяет постоянно развиваться не только самой Татьяне Синькевич. Огромное количество масштабных образовательных, увлекательных и познавательных мероприятий проходит благодаря инициативе Татьяны Васильевны на таком родном для нее филологическом факультете, где она начала свой путь в качестве студентки и продолжила сначала как педагог, а потом и завкафедрой. Один из таких форумов – Пушкинский фестиваль. Большой литературный праздник, объединяющий увлеченную молодежь не только из разных уголков Берестейского региона, но и стран ближнего зарубежья. Мне не к лицу и не по летам, пора, пора мне быть умней, но узнаю по всем принятам болезнь любви. Специально к форуму школьники и студенты готовят не только стихотворения известного классика, но и рисуют творческие работы, которые на протяжении года украшают холл филологического факультета. Международная студенческая научно-практическая конференция «Классика и современность в изящной словесности 19-21 столетий». Еще одно мероприятие из большого списка инициатив Татьяны Синькевич. В этом году научная встреча прошла на славной Берестейской земле уже в пятый раз. И это при том, что конференция проходит раз в два года. На мероприятии 2015 свои научные разработки представили более сотни участников из Беларуси, России, Украины, Польши. Большой жизненной энергии Татьяны Васильевны Синькевич сопутствует желание сделать жизнь в нашем городе насыщеннее и интереснее. Мои родители не были людьми равнодушными в этой жизни, в этом мире. И как раз о добрых делах, которые они сделали в жизни многих людей здесь, в Бресте, и не только, мы, к сожалению, с братом узнали уже после того, как их не стало. Но хочу сказать, что главное, что они оставили в моей жизни, в моей душе, если ты пришел делать, делай это хорошо, качественно. Вот поэтому я не могу жить по-другому. Новая платформа для белорусско-российского образовательного сотрудничества открылась на филологическом факультете Брестского государственного университета имени Пушкина в конце прошлого года. Сотый во всем мире российский центр заработал в городе над Бугом. В том, что такая база есть именно в Пушкинском вузе, немалая заслуга Татьяны Синькевич. Этого торжественного мероприятия на филологическом факультете Брестского государственного университета ждали как никогда. На протяжении двух лет шла напряженная работа по оборудованию и оснащению нового объекта. Теперь с большим литературным фондом, подборкой российских печатных изданий, каталогами и видеопрезентациями смогут работать и берестейские студенты. Мы шли к этому долго все-таки, потому что о таких центрах мечтают многие вузы и многие страны. Этих центров открыто уже на сегодня больше ста. Наш был сотым во всем мире. И, конечно, на самом деле пришлось приложить немало усилий огромному коллективу людей, не только в нашем университете, но и за его пределами, потому что это фирмы и строительные, и те фирмы, которые поставляли нам оборудование, те, кто делал мебель. Мы хотели сделать эту аудиторию по-настоящему комфортной во всех смыслах, чтобы можно было просто посидеть на хорошем стуле, за хорошим столом, чтобы здесь хотелось остаться, чтобы компьютер был таким, за которым хочется тоже работать подольше. Недавно у талантливого педагога умной, красивой, мудрой женщины был юбилей. Говоря о представительницах прекрасного пола, мы обычно умалчиваем о возрасте в паспорте. Главное, чтобы душа оставалась молодой, и в сердце звучала музыка яркой, насыщенной жизни. Однако, бесспорно одно. Юбилей – это отличный повод подвести итоги того, что удалось сделать за все это время. И, конечно же, наметить планы на перспективу, чтобы смело шагать в завтрашний день. Идей у Татьяны Васильевны Синькевича еще действительно много. О молодости ее души могут позавидовать и юные дамы. Но, по словам нашей героини, все то, что есть у нее сегодня, связано с любимым факультетом. И, конечно же, служением слову. Здесь, во-первых, ты имеешь уникальную возможность не только делиться своими знаниями, а передавать какой-то жизненный опыт. Я не хочу быть дидактичной, я никогда не говорю студентам, что я их воспитываю. Но я понимаю, что каждый из нас, педагогов, воспитывает своим жизненным примером, своим поведением, в конце концов, своим костюмом, своей манерой поведения, разговора. Это все то, что мы вкладываем в наших студентов и ждем отдачи. Не нам даже, а окружающему миру. Поэтому филфак – это круто. Анастасия Назрин, Плотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. А сейчас о других событиях. Придание статуса официальной реакреационной зоны водоему, который находится в районе Красного двора. Поиск проектного решения, которое сделало бы самый молодой городской парк Дубрава максимально комфортным и удобным, а также безопасность отдыха горожан и гостей нашего города. Эти и многие другие вопросы находились в центре внимания городского депутатского корпуса, очередная сессия которого состоялась в областном центре на этой неделе. В ходе выездной ее части народные избранники изучили состояние действующих на территории Бреста и Брестского района площадок для летнего отдыха. Тему продолжит Анастасия Стропко. Лето вступило в свои законные права и по календарю, и по погоде. Берестейцы стараются как можно чаще бывать на природе. Способствуют ли полноценному отдыху созданные в городе над Бугом условия и выясняли чиновники в ходе очередной выездной сессии. Особое внимание было уделено территориям, предназначенным для водных видов отдыха – пляжным зонам. Все пляжи были приведены в порядок. Отремонтировано все оборудование, вывешены таблички информационные, акватория дна обследована водолазами. То есть все, что предполагалось, все было сделано. Программа выездной сессии включала в себя посещение наиболее востребованных среди брещан зон отдыха пляжей в деревне Косичи вдоль Грибного канала и в Красном дворе, турбаз Белое озеро и шале Гринвуд, а также парка Дубрава. В ходе осмотра последнего, к слову, разговор шел не столько о том, в каком состоянии парк находится сегодня, а сколько о том, какие перспективы есть у рекреационной зоны в будущем. В качестве парковой территории эта зеленая площадка выступает не так давно – с 2006 года, но пользуется устойчивой популярностью. А потому доработки в виде ухоженных дорожек и удобных скамеек здесь просто необходимы. У нас есть один парк в районе микрорайона Дубровка, который в ландшафтном исполнении, природном, очень привлекателен, но инфраструктура там, к сожалению, очень слабая. Уже многие годы идет разговор о том, чтобы как бы вселить жизнь в этот парк, но как бы не получалось до сих пор из-за отсутствия финансов, а может быть и не было такой решительной воли. Вот мы сегодня хотим дать как бы старт для того, чтобы взяться за этот парк основательным образом, и все-таки, чтобы жители Дубровки, да и весь город Брест имел еще одну лесопарковую хорошую зону. Своё видение территории отдыха представили и студенты технического вуза областного центра. Основная концепция всех шести проектов – максимальное сохранение природного ландшафта. Максимально сохранить существующий ландшафт, максимально сохранить существующую природу, так как у нас здесь расположен мемориал, и достаточно сложно проводить какие-то глобальные здесь мероприятия по поводу планировочного, ну, каркаса парка и так далее, каких-то капитальных строений и сооружений. Проводилось исследование, мы со студентами несколько раз выезжали, исследовали, и было предложено, что основной темой станет прогулочный парк с сетью тропинок и дорожек и с площадками для детишек и для спортивного отдыха. Еще одна важная тема выездной сессии – безопасность отдыха. В этом деле мелочей не бывает. Службы, ответственные за санитарное и техническое состояние, пляжи и парков работают в штатном режиме, стараясь максимально оперативно ликвидировать проблемы при их возникновении. Однако многое в деле сохранения жизни и здоровья зависит и от самих отдыхающих. Между официальной зоной отдыха и диким пляжем далеко не каждый сделает безопасный выбор, а ведь собственная обеспеченность может дорого обойтись человеку. Пользуясь моментом, я хотел бы все-таки призвать всех брещан к тому, чтобы они старались отдыхать в организованных местах. Ну а мы постараемся, конечно, сделать так, чтобы этих мест со временем стало в городе больше. Лето уверенно обосновалось в городе. Июньские деньги так и шепчут. И уже сегодня многие, находясь в ожидании отпусков, ведут активную подготовку к ним. Кто-то продумывает гардероб, пополняя его новыми деталями. Кто-то обеспокоен приведением себя в хорошую физическую форму. А кто-то занимается тщательным уходом за кожей, которая с наступлением жарких солнечных дней претерпела явные изменения. Чтобы быть во всеоружии, прекрасно выглядеть и чувствовать себя, стоит знать всего несколько секретов. Каких именно, вы узнаете из сюжета нашего корреспондента Софии Бережной. Теплые весенние лучи сменились жаркими летними. Именно сейчас, как никогда, актуальной темой является адаптация кожи к летнему сезону. С изменением температурного режима становятся заметными и изменения на лице. Чаще всего они выражены несвойственными воспалениями – сыпью. Однако тем, кто уже забил тревогу или запаниковал, стоит успокоиться. В данном случае повода для волнения нет. Избавиться от сезонных сюрпризов возможно. В летний период правильный уход для кожи особенно важен. Чтобы восстановиться после нехватки витаминов в зимний и весенний период, придать лицу и телу здоровый вид, надо ни много ни мало уделить себе несколько минут в день. Прибегнуть к помощи косметолога или позаботиться о коже в домашних условиях – каждый выбирает сам. В деле главное – желание и четкая цель. Поднялось солнышко, да. Очень солнце и тепло, оно будет очень сильно давать секрецию сальных потовых желез. Бытовая пыль, выхлопные газы автомобилей, тоже оно будет давать гиперсекрецию сальных потовых желез. И, конечно же, если мы… Сально-потовая железа работает, а мы не умываемся, не скрабируем, не наносим скраб, пилинг, а просто увлажняющим кремом. Мы закрыли, вот, пожалуйста, комедончик. Сально-потовые железы, они очень реагируют на прием шоколадок, конфет, обильное количество газированных напитков. Повысилась секреция сальной желудка или поджелудочной железы, и оно автоматически будет давать гиперсекрецию сальных потовых желез. Даже самые дорогостоящие средства по уходу за кожей не могут гарантировать желаемого эффекта. Если представительница прекрасного пола не уделяет должного внимания качеству, проводимых дома процедур, а также выполняет их от случая к случаю. В таком деле важна регулярность и соблюдение простых правил. Действовать надо, начиная с самого утра. Умываться необходимо 3-4 минуты, и умывание соблюдать массажные линии. Массажные линии от подбородка к мочкам уха. От подбородка к мочкам уха. Любое умывание должно соблюдаться именно таким образом. От уголково рта к вискам. От уголково рта к вискам. От крыльев носа по скулам к вискам. Правильно, не нужно бросать здесь. То есть представим, маятек ведем, 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 ведем. Здесь остается, он здесь останется. Нужно лимфу жидкость уводить к периферическим лимфоузлам. Лоб. Ножка вверх и в сторону. Немаловажным в борьбе за красивую сияющую кожу является здоровый образ жизни. При обращении к косметологу любой специалист обязательно поинтересуется у пациента о его виде деятельности, физической активности и, конечно, питании. Все это в совокупности откладывает огромный отпечаток на состояние кожи. Зачастую переутомление, стресс, неправильный подход к еде и недостаточное количество жидкости являются причинами ее болезненного вида. Чтобы стать обладательницей красивой сияющей кожи, необходимо научиться и правильно подбирать косметику по уходу за ней. В этом деле важно прислушиваться к своим ощущениям. Даже самые разрекламированные средства могут вызывать дискомфорт. В этом случае специалисты рекомендуют сразу же отказаться от них. Путем проб и ошибок можно прийти к оптимальному косметическому набору, который при необходимости всегда придет на помощь. Сегодня для ухода за телом существует множество вариантов. Одним из наиболее действенных является массаж. Благо при разнообразии предлагаемых салонами красоты услуг можно выбрать что-то по душе. Снять физическое напряжение или подкорректировать фигуру, восстановить травмированные ткани, отеки, укрепить связки и суставы можно с помощью самых разных техник – вакуумного, испанского, тайского и даже простого классического массажа. Массаж – это уже давно известный инструмент, который уже столетия, тысячелетия помогает людям как-то восстанавливать свои силы, здоровье, настроение. Если через призму хорошего самочувствия смотреть на наш организм, нельзя исключить эмоции, нельзя исключить то, что мы кушаем, нельзя исключить, как мы спим, нельзя исключить, как мы двигаемся. Все это влияет. Поэтому я всегда говорю, хочешь быть здоровым – веди здоровый образ жизни. Никаких вредных привычек, поменьше нервов, побольше отдыха. Здоровая и красивая кожа всегда привлекает внимание. Ключ к ее сияющему виду найти совсем несложно. Главное – научиться грамотно и регулярно ухаживать за ней, питать и увлажнять, и, что особенно важно весной и летом, поддерживать здоровой, учитывая различные возрастные потребности и тип. Как сказал испанский писатель Сервантес, здоровый и веселый дух является источником красоты, поэтому не стоит исключать из своей жизни активную деятельность, больше радоваться и улыбаться. В любом возрасте женщина должна быть красивой и должна себя любить. Поэтому в любом возрасте, будь то 15 лет или 50, обязательно нужно следить за собой. Обязательно. Когда кожа отвечает тебе благодарностью, когда ты, соответственно, выглядишь красиво и замечательно, когда люди вокруг обращают внимание на твой ухоженный вид, это доставляет удовольствие не только самой себе, но и поднимает настроение, хочется жить, творить и работать дальше. София Бережная, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу Бугинформ. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БугТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу Бугинформ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Виктория Сащенко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. Первые выходные июня порадуют летней погодой. Беларусь будет находиться в поле повышенного давления в очень теплых воздушных массах, поступающих с юго-запада Европы. В Брестской области сохранится яркое летнее настроение погоды. Теплые ночи до 16 градусов и весьма жаркие дни. Максимальный температурный фон достигнет 28 градусов, а также умеренный юго-западный ветер. Таковы прогнозы синоптиков на воскресенье. В начале недели погоду будет формировать малоподвижный атмосферный фронт на фоне области повышенного атмосферного давления, который разделит страну на два погодных лагеря. Посвежее будет в северо-западных и центральных районах, теплее по юго-востоку. Немного прохладнее станет на Брещене. 8 июня ожидается ясная без осадков погода, но прохладу принесет северный ветер. Температура воздуха составит ночью 15-17 градусов, до 22 прогреется воздух днем. Редактор субтитров А.Семкин